Большой Феррари начал замедлять ход, они перешли на 60 миль в час Им стало в этот момент казаться, что они стоят на месте Через несколько мгновений две оставшиеся машины обогнали их, предлагая протяжными гудками продолжить гонку Чезаре покачиванием головы отказался «Партия сыграна», — сказал он, — «в действительности и не начиналась», — ответила она, не оторвая взгляда от меняющихся цифр, отмечавших пройденный путь Приближалась роковая цифра 115 Он, казалось, не обращал на приборы никакого внимания 60 миль были слишком высокой скоростью для того момента, когда маленькая бомба взорвет генератор Но если собирается проверить, не трусит ли она, то он просто сумасшедший 115, — показал циферблат Он засмеялся и надавил на акселератор Большая машина устремилась вперед И в этот самый момент прогремел взрыв внизу под капотом Машину затрясло, и мотор перестал работать Их заметала, завертела, неся по дороге Она видела, как вздулись мускулы на руках, старавшихся удержать руль Одновременно он сжал на тормоза изо всех сил Наконец движение замедлилось «Ну что ж, вы позабавились в волю, мистер Кардиналли», — сказала она саркастически «А теперь, мне кажется, будет безопаснее съехать с дороги» «Окей», — отозвался он, сворачивая на обочину, с улыбкой повернув к ней лицо «Да смотрите же!» — взвизгнула она, увидев первой «Канава!» Чезаре круто повернула руль, но было поздно Два колеса на правой стороне оказались в канаве Тяжелый Феррари медленно остановился на песчаном бугре И, заваливаясь на бок, перевернулся Чезаре выскользнул из-под машины, встал на ноги и сдернул защитный шлем Легкие струйки дыма поднимались над мотором Он бросился к автомобилю «Лук, вы в порядке?» Ее голос отозвался снизу, с противоположной стороны «Я окей» Обежав машину кругом, он встал на колени, заглянул под нее Лук, держась за спинку сиденья, выворачивалась, крутилась, пыталась высвободиться «Чего вы ждете?» — заорал он «Вылезайте! В заднем баке пятьдесят галлонов бензина!» Она перестала двигаться и уставилась на него «А какого черта, по-вашему, я здесь изображаю?» «Змеиный танец!» — рявкнула она в ответ и снова стала издеваться Неожиданно засмеялась «Мой комбинезон зажало чем-то» Он протиснулся под машину рядом с ней «Почему не сказали сразу?» — усмехнулся он Затем запустил свои пальцы под ее одежду Оборвал застежки, и она почувствовала, как его руки охватили ее Автоматически и она сделала все, чтобы помочь ему Тогда он просто выдернул ее из комбинезона и поставил на землю Она все еще смеялась Он посмотрел на нее и иронично улыбнулся «Вы же обещали, что это будет вполне безопасно!» «Ну, если начинают устраивать показуху!» Начала была она возражать, но он, оглядывая ее, спросил «А кто здесь, собственно, устраивает показуху?» Смех тут же застыл на ее губах Она вдруг осознала, что стоит перед ним практически голый Тоненькие лифчики-трусики мало что прикрывали «Надо вытащить мой комбинезон!» — быстро пробормотала она, поворачиваясь, чтобы достать его Но он уже положил свои руки ей на плечи и потянул ее на землю Она лежала неподвижно, глядя ему в лицо Он освободил ее от лифчика Грудь открылась Она перевела взгляд на себя и снова на него Возбуждаясь от контраста между своей белой кожей и его загорелыми смуглыми руками «Остановитесь!» — произнесла она тихо, уже ощущая, как лихорадка начинает с ней свою работу На этот раз не так-то просто было ее прогнать Глаза у него почти светились Она чувствовала себя, будто под огромным микроскопом В котором отчетливо видна каждая спрятанная мысль, каждое ее тайное желание «Вы же не хотите, чтобы я останавливался?» — ответил он Его сильные пальцы стиснули грудь И острая боль вырвала ее из-за цепенения «Я заставлю тебя остановиться!» — почти завизжала она, хватая руками его тело под распахнувшейся рубашкой «Я тебя разорву на клочья!» — кричала она, извиваясь под ним Но как только почувствовала под своими пальцами его мягкую прохладную кожу, лихорадка опять овладела ею, и силы сопротивления покинули ее Его руки отнимали у нее власть над собой Глаза ее стали полниться слезами «Бесполезно!» — она ничего изменить не могла, это никогда ей не удавалось И когда спустя некоторое время он овладел ею, она поняла, что принадлежала ему с того самого момента, когда впервые увидела его Никогда не встречала она мужчины, который мог так потрясти ее существо Заполнить с собой каждый тайный уголок ее тела и души Она закрыла глаза и понеслась прочь через дремучие леса к горам Она знала, что зверь затаился где-то рядом в кустах и стережет ее на любом направлении, какое бы она ни выбрала Черно-желтое полосатое тело настигло ее, мелькая в кустах Неистовой фанатической силой бежала она вверх, карабкаясь по скалам Чувствуя, как легкие разрываются, и она задыхается И вот она на вершине, весь мир простирается перед нею И когда зверь прыгнет, она уже будет готова к этому прыжку Соединившись в объятиях смерти, они падают вниз с горы Она нежно простонала Тигр Чезаре постучал в дверь, заброшенной хижиной «Здесь никого нет», — сказал он Она вошла внутрь, и он последовал за ней «Что будем делать теперь?» — ждать Коротко ответила она Там было несколько замызганных стульев и такой же стол Он подвинул ей одно из сидений, и она опустилась на него Он зажег две сигареты, одну протянул ей, и она взяла, не говоря ни слова «Вы очень разговорчивы», — сказал он «О чем говорить? Вы добились своего?» «Но ведь это все было или не было? А какое это имеет значение? Ведь это никогда не повторится больше» «Вы всегда так уверены во всем» «Откуда вы знаете, что может случиться завтра?» «Завтра у меня будет достаточно денег, чтобы купить себе новый Феррари» «Сказала она почти с горечью, и мы никогда больше с вами не встретимся» «И это предел ваших желаний?» «Актомобиль?» Он коротко рассмеялся «Феррари может делать много, но он не может любить вас» «Вам ли толковать о любви?» — сказала она с циничной усмешкой «Скольким женщинам вы говорили о любви? Десяти? Двадцати? Сотни? Больше?» Его взгляд оставался непроницаемым «Мужчину может проживать во многих местах, но все же не называть их своим домом» Снаружи донесся шум подъехавшего автомобиля «Лук соскочила со своего стула и подошла к двери» «Быстро обернулась и взглянула на него» «Вот все и кончилось» «Сказала, как бы подводя итог» «Я вам говорила, что не хочу оставаться в проигрыше» «Вы изменили своему намерению там, под машиной» «Мягко напомнил он» «Мне заплатили за то, что я сделала» Ответила она жестко «И было сказано, чтобы я держала вас здесь» Резким движением распахнула дверь За ней стояли два человека Револьверы их были направлены на Чазары Она оглянулась на него через плечо «Поняли, что я имела в виду?» Просила его И, осторожно обойдя стоявших Остановилась позади в ярком солнечном свете «Мы пришли не восхвалять Чазары» Добавила она Дверь за нею закрылась Отрезая его от солнечного света Они стояли, разглядывая Чазары «Где Мастео?» Просил он Элли ухмыльнулся «Он не смог прийти», — прислал нас Чазары почувствовал, как свело его мускулы Губы вдруг стали сухими Он смочил их кончиком языка Ему было все непонятно Никакого смысла в происходящем не было Мастео ничего не приобретал в результате его смерти Да и никто из них «Это какая-то ошибка», — сказал он «Никакой ошибки!» Элли шагнул вперед, продолжая наставлять на него пистолет «А ну, повернись лицом к стенке, руки за голову! Двигайся медленно!» Чазары посмотрел на него, затем выполнил все приказанное Он почувствовал, как пальцы Элли ощупывают его «У меня нет револьвера», — сказал он «А я ищу не револьвер», — быстро ответил Элли Стилет холодил руку Чазары, лежавшую на голове «Ножа вы тоже не найдете», — сказал он «Мне не нужен нож, чтобы править машиной» Элли отступил на шаг «Догадывайся, что не нужен», — согласился он «Ну и вообще он тебе больше не понадобится» Второй бандит с револьвером спросил «Пришить его, Элли!» Тот жестом остановил его «У меня для него есть твой план» «Этот парень получит нечто особенное» Чазары оглянулся через плечо Элли что-то вытащил из кармана Он видел, как Чазары смотрит и засмеялся «Знаешь, что это такое, детка?» Насмешливо спросил, помахивая этим в воздухе Чазары не ответил Он знал «Это ледоруб!» — продолжал насмехаться Элли «Не такое изысканное название, как у той свинорезки, которой ты работал Но это работает не хуже Большой голландец мог бы тебе много порассказать об этом» Быстрым движением он поднял револьвер и рукоятью ударил Чазары по затылку В глазах у того все завертелось Он упал на колени, пытаясь пальцами зацепиться за стену В ушах его звучал злобный голос Элли «Повернись, пащенок! Я хочу, чтобы ты видел, что тебя ждет!» Чазары медленно повернулся, потряс головой В глазах начало проясняться Он посмотрел на Элли Тот хищно улыбнулся, опустил револьвер в карман И перехватил ледоруб в правую руку Подойдя вплотную к Чазары, заревел, дыша ему в лицо «Ты получишь эту штуку прямо в глотку!» Чазары ждал, когда он поднимет ледоруб Элли ударил, но Чазары отчаянно метнулся в сторону И острое оружие, нацеленное на него, впилось в трухлявую стену Уйдя в нее почти целиком, и застряло Знакомым приемом дзюдо он ударил Элли по горлу Не дожидаясь результата удара, Чазары прыгнул через комнату На второго бандита с револьвером и выбил у него оружие Они сцепились в борьбе Краем глаза он успел заметить, что Элли подобрал револьвер Извернувшись, Чазары прикрылся противником как щитом Это было как раз вовремя, а Элли сразу начал стрелять Подставляя под выстрелы спину врага Чазары чувствовал, как тот дергается от попадающих в него пуль Раненый попытался оттолкнуть его и освободиться Но вдруг обмяк и повис мешком Чазары метнулся, пытаясь добраться до двери Элли, смеясь, закричал «Нет, пащенок, не уйдешь!» И спустил курок Но револьвер только щелкнул, патроны кончились Выругавшись, он швырнул револьвер в Чазары Повернулся к стене, чтобы выдернуть из нее ледоруб И одновременно увидел, что Чазары медленно идет к нему Стелет поблескивал в его руке Сжимая ледорубы, Элли начал отходить, держась у стены Вдруг он вспомнил про револьвер, спрятанный в карман Ухмылка вернулась на его губы Все, что ему было нужно, это сунуть руку в карман Одно мгновение, вот и все, что ему требовалось от времени Она сидела на переднем сиденье автомобиля За рулем абсолютно недвижимая Ее пальцы с такой силой вцепились в баранку, что суставы побелели Глаза смотрели вдаль, в пространство, растилающееся за ветровым стеклом Она не шелохнулась, пока от триести лета не коснулось ее горло Повернув голову, она увидела его Он наклонился к ней Губы его растянулись в хищном зверином оскале Голубые глаза сияли в желтом свете ослепительного солнца Ее глаза на мгновение расширились с выражением, которого он не смог понять Затем опустили и стали только насторожен «Зачем ты сделала это?» Просил он держать селету ее горло Она подняла на него взгляд Голос ее был так же пуст, как и глаза «Я уже говорила вам, это моя работа, и я ее делаю Я не спрашиваю Матео зачем, а вы спрашиваете?» Казалось, в его глазах вспыхнула желтая плана «Есть разница, я должен держать свою клятву» «Так поступаю и я», — возразила она «Разница заключается лишь в той плате, которую мы получаем» «Я должен убить тебя», — сказал он жестко Она почувствовала, как эстрее стилета прижимается к ее горлу Закрыла глаза и откинула голову на спинку сидения «Давай», — сказала она усталым, изношенным голосом «В сущности нет никакой разницы» «Матео не потерпит моей неудачи так же, как и твоего успеха» Он ничего не ответил И затянувшееся молчание показалось ей бесконечным Она чувствовала, как горячка возбуждения поднимается в ней Пронизывая все тело волнами жара Образ тигра вновь овладел ее воображением Еще мгновение, и она не сможет справиться С независящими от нее конвульсиями страсти Уже овладевающими ее телом «Ну же, давай! Делай свое дело!» Дико закричала она Смерть была тем же тигром И снова он не ответил Она раскрыла глаза Лицо его было мокрым от пота Она почувствовала трепет его тела И вдруг поняла, что видит и чувствует в нем себя «О, Боже!» Еле слышно прошептала она И потянулась к нему Они были так похожи во всем Почти одинаково Она услышала, как звякнул стилет Упавший на пол машины И почувствовала, как его губы Припали к слабо кровоточащему порезу Оставленному на шее ножом Все опасности и волнения остались позади Они были лишь средством Чтобы пробудить аппетит тигра Он остановил машину перед входом в ее отель «Забирай вещи и встречай меня в аэропорту через два часа!» Сказал он «Ты будешь осторожен?» Спросила она Он кивнул с уверенным видом «Мы отправимся в Нью-Йорк до того, как они узнают о происшедшем» «Я должен немедленно найти возможность связаться с Эмилио» «Он все уладит» Она пожала его руку и выскочила из машины Постояла, дожидаясь, пока он отъедет И вошла в отель Он пересек холл отеля Эль-Сьюдад и подошел к конторке «Мой ключ, пожалуйста!» Сказал он, обращаясь к портье, стоявшему спиной к ним Тот немедленно обернулся «Князь кардиналли!» В голосе его звучали нотки удивления Он снял ключ и положил на стол перед Чезаре «А гонки...» Чезаре перебил его «Сгорел мой генератор!» «Какая жалость, сеньор!» Воскликнул портье Он достал и передал Чезаре запечатанный конверт «Баронесса оставила это для вас!» Чезаре вскрыл конверт Там была записка, написанная почерком Элины «Какая жалость, милый, что я не могу дождаться твоего возвращения Лечу в Нью-Йорк с богатым техастом Который настаивает, чтобы мы с ним сделали кое-какие покупки к празднику С любовью, Элина!» Чезаре улыбнулся про себя Он так и знал, что у Элины есть свои причины Не встречать его в Куэрноваке Он взглянул на портье «Когда уехала баронесса?» «Около одиннадцати утра» Портье, понимающий, улыбнулся Кивнув, Чезаре оправился к лифту Взглянул на часы и семь вечера Элина, вероятно, уже в Нью-Йорк Бейкер перегнулся через свой стол и уставился на Элину «Почему вы вернулись? Вы же намеревались оставаться с ним до конца» Я испугался Элина взволнованно смотрела на него «У меня возникло чувство, что он собирается меня убить, что он знает» «Откуда явилось это чувство?» Быстро спросил Бейкер, перебивая ее «Он вам что-то сказал, что-то сделал? Вы что-то заметили?» Элина покачала головой «Ничего в этом роде не было Был просто карман в его чемодане, о котором я вам говорила Прикоснувшись к этому карману, я почувствовала, что в нем таится смерть» И сразу же вернулась «Но вы же не видели, что там хранился именно телет?» Возразил Бейкер «Но у меня в чемодане тоже есть такой карман Я держу в нем футляр с зубной щеткой и бритву» Раздался стук в дверь «Пойдите!» — крикнул он Вошел агент с телетайпной лентой в руках Он положил ее на стол перед Бейкером «Только что получено из Мехико Найдены тела Элли Фарго и его телохранителя в заброшенной хижине в пустыне, неподалеку от места, где произошла поломка машины кардинальной» Элина взволнованно подскочила «Вот видите, я предчувствовала верно» Бейкер хмуро глянул на нее «Мы, может быть, знали бы об этом, куда больше останетесь вы на месте» «Особенно, если бы я была мертва» — огрызнулась Элина «Ой, как мне это не по душе» Бейкер перевел взгляд на агента «Где сейчас кардинальный?» «Возвращается в Нью-Йорк», — доложил агент «Его самолет приземлится в аэропорту утром, с ним женщина» Бейкер повернулся к Элине «Женщина?» — повторил он «Так вот почему вы вернулись» «Не говорите глупостей» — раздраженно парировала Элина Бейкер начал смеяться «Я все понял, картина ясна, он подцепил другую девчонку и велел вам убираться» Элина попалась на удочку «Это неправда», — запротестовала она «Я знаю эту девушку, она его механик» «Механик», — скептически переспросил Бейкер Элина кивнула «Ее зовут Лук какая-то там «Его постоянный механик заболел, вот он и нанял ее там на месте» Бейкер быстро взглянул на агента «А ну быстро телеграфируй туда и запроси на нее все данные» «Слушай, сэр», — отозвался агент «Вы не хотите взять кардинальный, когда самолет приземлится» Бейкер покачал головой «Это ничего хорошего не принесет» «Да нам и нет за что его брать» «Что мы можем ему повесить» «Просто закажите машину для меня, я хочу понаблюдать, куда он направится после прилета» Агент ушел И Бейкер обратился к Элине, отделенной от него столом «А вам лучше будет вернуться в отель и постараться быть так близко к нему, как только сумеете» «Я не согласна», — быстро ответила Элина «Он ничего вам не сделает, поскольку ничего не знает про нашу связь» Голос его стал жестким «Или вы предпочитаете быть высланной из страны» «Быть высланной все же лучше, чем убитой» «Моральное разложение — очень серьезное обвинение», — продолжал он «С этим пятном вы никогда уже не сможете вернуться в нашу страну» «Да и газеты разнесут весть об этом по всему миру» Она посмотрела на него с возмущением «В Европе я найду куда больше понимания» «Там сознают, что существуют женщины, не созданные для работы» Она достала сигарету и постучала ею по столу Бейкер поднес ей зажигалку и снова откинулся в кресле Он чувствовал, что она снова в его руках «Я думаю, что американцы тоже это сознают», — улыбнулся он «Но мы об этом никогда не говорим» Она глубоко затянулась «У меня начинает складываться впечатление, что секс у вас считается антиамериканской деятельностью» Он внимательно посмотрел на нее, потом наклонился через стол и сказал мягко, почти нежно «Вы сильно напуганы, не так ли?» Она посмотрела ему в глаза и медленно кивнула «Сперва мне все показалось какой-то нелепой шуткой, но затем я начала понимать, что тут другое, мне страшно» Он встал на ноги и, обойдя стол, подошел к ней «Постарайтесь подавить твой страх, баронесса», — сказал он, растягивая слова «Мне спустим с него глаз и, обещаю, вытащим вас при малейшей опасности» Юный агент, приехавший вместе с Бейкером, свистнул, когда увидел Лук, садившуюся в такси вместе с Чезаре на выходе из аэропорта «А этот парень умеет выбирать себе девочек, не так ли, шеф?» Бейкер кивнул Он ждал, пока такси тронется с места «Пусть немного отъедет», — сказал он Агент вывел машину на трассу и поехал вслед за такси Между ними пристроилась еще какая-то машина Агент обернулся к Бейкеру «Обогнать его?» Бейкер покачал головой «Не надо, все в порядке, на этом шоссе мы их не потеряем» В молчании они проехали около десяти минут Бейкер с любопытством разглядывал автомобиль, идущий впереди них Он упорно держался между ними и такси, в котором ехал Чезаре Вдруг, прибавив скорость, резко пошел в обход слева Тревожное чувство, что сейчас должно что-то произойти, охватило Бейкера Он слишком долго был на этой службе, чтобы пренебрегать тревожным предчувствием Распахнув пальто, он вынул из кобуры револьвер «Забержи-ка эту машину», — сказал он молодому человеку «Мне это не нравится» Агент послушно стал ускорять машину, пытаясь обогнать несущийся впереди лимузин «Как-то странно они себя ведут», — сказал он, притормаживая, чтобы не врезаться Одновременно раздался звук приглушенных хлопков «Жми на газ!» — рявкнул ему Бейкер, поднимая револьвер Он высунулся из окна и выстрелил по идущей перед ними машине Такси из Чезары свернуло на обочину, едва они промчались мимо Бейкер не успел разглядеть, пострадал ли кто-нибудь в нем Он снова выстрелил по уходящему от них автомобилю Пуля пробила заднее стекло точно за спиной водителя Тот согнулся, наваливаясь на руль, и машина, потеряв управление, сорвалась с дороги и поехала прямо к заливу Джамайка Она была уже у самой воды, когда из нее выпрыгнул человек и бросился бежать Машина Бейкера, свернувшая следом, остановилась на траве Бейкер выскочил и бросился следом за бегущим «Стой!» — закричал он и сделал предупредительный выстрел в воздух Бегущий на мгновение обернулся Бейкер увидел вспышку в его руке, и над ним тотчас же свистнула пуля Затем он услышал выстрел Бейкер упал на землю Бегущий прибавил ходу Бейкер целился низко, стараясь поразить его в ноги, он хотел взять его живым Первым выстрелом он промазал и тут же выстрелил снова На этот раз бежавший рухнул на землю, перевернулся раз и другой, затем застыл, раскинувшись Подбежал молодой агент с револьвером в руке, он остановился взглянуть на Бейкера «Вы окей?» Бейкер стал подниматься на ноги «Я-то окей!» «Тот, кто в машине мертв!» — сообщил агент Бейкер бросил на него взгляд «Нет, иди!» — посмотрел он на того «Я целил ему в ноги, может, хоть он жив» Агент побежал и нагнулся над упавшим «Этот тоже убит!» — крикнул он, повернувшись Бейкер сунул револьвер в кобуру Позади него прозвучал голос Чезаре «А вы хороший стрелок, мистер Бейкер!» Он стоял сзади и улыбался Бейкер бросил на него почти злобный взгляд «У этого человека должно быть нет нервов! В него только что стреляли Два человека убиты из-за него А его голос звучит так же спокойно, как будто он занимается делами в своей конторе «На этот раз вы не можете отрицать, мистер Кардиналь, что стреляли именно в вас!» Сказал Бейкер, стараясь, чтобы его голос звучал так же бесстрастно, как и у человека, заговорившего с ним Чезаре пожал плечами «Не могу, мистер Бейкер!» Искорка своего рода насмешливого вызова замерцала в его глазах «Но я так же не могу понять, почему...» Взгляд Бейкера похолодел Его охватило неодолимое желание высказать все, что он знает «И еще, я полагаю, вы не знаете, почему Элли Фарго был найден убитым в хижине, расположенной в полумиле от места, где ваша машина перевернулась, на дороге в Мехику» Чезаре улыбнулся «Я даже понятия не имел о том, что он был убит» «Вы же знаете, что я не читаю газеты» «Вы, вероятно, можете отчитаться за время, проведенное в дороге» «Безусловно, могу», — сказал Чезаре «Я все это время был вместе со своим механиком «Мы не расставались ни на минуту, можете проверить это у нее, она в такси, приводит в порядок свой макияж» «Вы очень умело находите женщин для подтверждения ваших алиби, мистер Кардиналли», — сказал Бейкер саркастически «Чезаре благодушно засмеялся, да, мне везет в этом отношении» «Бейкер продолжал смотреть на него, пока полицейская машина не тронулась с места» «Ну, забавляйтесь, мистер Кардиналли», — крикнул он со злостью «Только помните, что мы не все время будем оказываться рядом, чтобы спасать вас» «Такси подъехало к тротуару, и Чезаре вышел из машины» «Подожди здесь», — сказал он Лук «Я должен на минуту заглянуть в свой офис» Регистраторша, увидев его, казалось, была поражена «Он прошел мимо нее в контору, где все сотрудники что-то оживленно обсуждали, сойдясь у холодильника для воды» «При появлении Чезаре они быстро разошлись по рабочим местам» «Он кивнул им и прошел в свой кабинет» «Зайдите ко мне», — бросил он мисс Мартин, проходя через приемную «В кабинете он обернулся к ней, и что происходит, почему никто не работает» «Она оглядела на него во все глаза» «С вами все в порядке» «Конечно в порядке», — огрызнулся он «Мы все слышали по радио, что кто-то обстрелял вашу машину по пути в город» «И это вы считаете оправданием, чтобы столпиться и бездельничать?» — спросил он со злостью «Им платят за работу, а не за болтовню» «Да ведь им просто нечего делать», — возразила мисс Мартин «Что значит «нечего»?» — злость его нарастала «Почему вдруг стало нечего?» Она взяла телеграмму, лежавшую на столе, и протянула ему «Все наши контракты аннулированы, это последнее из полученных сегодня» Он прочитал и перебрал кучу других телеграмм, сложенных на столе В каждой содержалось то же самое «Две английские компании, французская компания, шведская» Он поглядел на мисс Мартин, когда это произошло «Все началось сразу же, как только вы отправились в Мексику», — сказала она «Я ничего не понимаю, как будто кто-то дал им команду» Он снова перебрал телеграммы, которые держал в руках, и злобно бросил их на стол «Общество было так уверено в своей силе» «Оно уже считало его мертвым, и потому не было нужды продолжать деловые отношения с его предприятиями» «Надо немедленно связаться с Матео сейчас же, дело зашло слишком далеко» «Мне очень жаль, мистер Кардиналли», — сочувственно сказала мисс Мартин «Я пыталась соединиться с вами, но вы уже покинули отель и были в пути» «Предполагаю, что все произошло из-за шума, поднятого газетами» Он не ответил, он думал «Кто-то должен будет передать его записку почтмейстеру в италийской деревушке» Он был уверен, что Матео находится здесь, в этой стране «Но можно потратить двадцать лет на поиски и не найти его» Голос секретарши вторгся в его мысли «Что вы будете делать?» Он взглянул на нее «А что остается делать?» Пожал плечами «Выдайте всем плату выходное пособие и распустите их с Богом» «Скажите им, что мы соберем их снова, как только ситуация прояснится» «Вы считаете, она прояснится?» «Понятия не имею» Ответил он, направляясь к двери Задержавшись при выходе, взглянул на нее «Откровенно говоря, я не поставлю на это и ломаного гроша» Чезаре Чезаре повернул ключ в замке, толкнул дверь «Входи!» Сказал он Лук Она вошла в его апартамент Он последовал за ней, закрыв дверь Из спальни послышался голос Элины «Это ты, Чезаре?» Он мгновенно взглянул на Лук Лицо ее оставалось бесстрастным Тогда он улыбнулся и ответил «Да, Элина» Она заговорила, все еще оставаясь в спальне «Черт знает, что творится на свете, ты представляешь? Все богатые техасцы, сколько я их не встречала Или обманщики, или женатики А этот пригласил меня только для того, чтобы я помогла купить подарки жене Ха!» Он не мог удержаться от улыбки, расплывшейся во всю ширь его лица В то время как лицо Лук словно окаменело «Очень жаль, Элина», — сказал он «Я не слышу, что ты говоришь», — отозвалась она «Но это не имеет значения, я послала Тонио принести льда для шампанского Там сейчас в баре стоит бутылка, будь добр, открой и налей чекочку для меня, а я сию минуточку выйду» Чезаре прошел к бару Шампанское стояло там в ведерке со льдом Были приготовлены два бокала С торжественным выражением он присоединил к ним третий И, откупорив бутылку, начал разливать вино Елина появилась в дверях, затягивая пояс на своем пеньюаре Она улыбалась «Я просто не могла дождаться тебя» Голос ее оборвался, когда она увидела Лук, стоявший посреди комнаты Она бросила вопросительный взгляд на Чезаре Он переводил взгляд с одной на другую, искренне забавляясь возникшей ситуацией «Мне кажется, что леди встречались уже однажды, но это было мимоходом» Улыбнулся он им обеим «Позвольте мне представить вас, как полагается» И вежливо представил, вручая каждый бокал вина «За счастливую дружбу», — торжественно произнес он и выпил Елина окинула Лук ледяным взглядом и с милой улыбкой обратилась к Чезаре «Хотя она и очень худенькая, не думаешь ли ты, что твоя квартира окажется несколько тесновата для семейного счастья втроем?» Просила она по-французски Чезаре ответил на том же языке «Не становись кошкой, Элина Ты не подозреваешь, какими талантами она обладает» «Не сомневаюсь», — холодно сказала Элина «Но если администратор отеля возражает против того, чтобы ты держал в своих апартаментах одну женщину, то как он, по-твоему, отнесется к двум сразу?» «Или ты ему скажешь, что обратился в мусульманство» В этот момент Чезаре осенила идея Он теперь знал, как ему установить контакт с Матео «Это все не имеет значения», — продолжал он по-французски «Видишь ли, я уже предупредил их, что поскольку ты улетаешь в Италию, она займет свою комнату и будет жить в ней, пока ты не вернешься» Элина удивленно уставилась на него «Ничего подобного!» — со злостью заорала она все еще по-французски «Я шагу отсюда не сделаю, пока ты не распутаешься с этой сученкой» Она швырнула в него бокалом и ушла в спальню, захлопнув за собой дверь Бокал ударился о стену над баром и разлетелся на мелкие осколки, усыпавшие пол Чезаре посмотрел на них, потом перевел взгляд на лук «У Элины вспыльчивый сараскер», — сказал он по-английски «Главное заключается, по-видимому, в том, уедет она или нет», — ответила лук по-французски Он некоторое время молча глядел на нее, потом начал хохотать «Ты понимала?» Теперь она тоже засмеялась, хивнув утвердительно «Ты, однако, не ответил на мой вопрос», — напомнила она, и улыбка ее погасла «Она поедет?» «Конечно, поедет», — уверенно ответил Чезаре «Мы с Элиной старые друзья, она для меня сделает все на свете» «Тонио положил телефонную трубку и вернулся в столовую» «Он сообщил Чезаре, билет для баронессы заказан на ночной рейс» «Спасибо, Тонио», — сказал Чезаре «Елина подождала, пока Тонио выйдет, затем повернулась к нему» «Я не полечу», — завопила она «Плевать мне на то, что ты сказал» Чезаре смотрел на нее Краем глаза он видел, что лук наблюдает за ними с обычным понимающим выражением В нем вспыхнула злость «Ты поступишь так, как я велю, Элина», — властно сказал он «Или ты предпочитаешь, чтобы иммиграционные службы узнали о том, что в действительности ты у меня не работаешь» Элина посмотрела на лук Та опустила глаза в тарелку «А почему ты не пошлешь ее?» — спросила Элина с негодованием «Ты знаешь, что я не могу», — рявкнул Чезаре «Она будет там, словно бревно, в глазу торчать у всех на виду Кончай с этим, знаешь ли Поскорее ешь и собирай вещи, ночью ты вылетаешь в Рим» Рассерженная Элина бросила ложку и выскочила из-за стола Они слышали, как хлопнула дверь ее комнаты Лук подняла взгляд от тарелки Неясная улыбка слегка искривила ее губы «Элина сделает для меня все на свете» Передразнивая его интонацию, проговорила она «Заткни!» — огрызнулся он сердитом «Она отправится! Или тебе еще это непонятно?» Элина, зайдя в свою комнату, заперлась на ключ От двери подбежала прямо к телефону и набрала номер Ей ответили «Мистера Бейкера, пожалуйста!» — попросила она Он подошел к телефону «Да!» «Он посылает меня в Сицилию, мистер Бейкер!» — быстро сказала она, понизив голос «В его деревню! Найти там почтмейстера и передать его послание!» В голосе Бейкера почувствовался интерес «Что за послание?» «А вот!» — Элина процитировала на память «Скажите моему дяде, что я должен встретиться с ним! Затем я должна дождаться ответа и передать ему по возвращении!» «Отлично!» — сказал Бейкер «Мы начинаем уже кое-что получать» Елина почувствовала, что страх окутывает ее «Отлично! Вы так считаете, мистер Бейкер? Может быть, вы не знаете, что дядя Чезаре умер двенадцать лет назад? Мертвецам не шлют сообщений, и уж тем более от них не ждут ответа» «Да успокойтесь вы!» — мягко сказал он «Дядя, которому вы повезете послание, жив! И еще как жив! В их обществе каждый член, обращаясь к своему крестному отцу, называет его дядя» Ее голос совсем упал. Она спросила почти шепотом «Так я повезу послание мафии? Мистер Бейкер, в таком случае я боюсь еще больше! Они убьют меня, даже не задумываясь!» «Говорю вам, не тревожьте!» Успокаивающим тоном сказал Бейкер «На самолете и всюду, куда бы вы ни следовали, рядом с вами будет наш человек! Вы ни на мгновение не останетесь в одиночестве! Вы говорили, что хотите познакомиться с богатым техастом! Вот и поищите в самолете такого!» Елина медленно положила трубку на рычаг и, достав сигарету, закурила. Раскрыв широкую французскую дверь, вышла на террасу, не обращая внимания на холодную погоду. Внизу, в сверкающих в зимнем сумраке огнях реклам, лежал город. Внезапно ей послышался звук голосов. С любопытством она перегнулась через парапет и посмотрела вниз. Голоса доносились не с улицы, а с балкона, расположенного этажом ниже. Ее терраса была короче, и балкон внизу сильно выступал под ней. На нем стояли молодой человек и девушка, сомкнувшиеся в тесном объятии. В полумраке она хорошо рассмотрела белое лицо девушки, обернувшейся, чтобы принять поцелуй. Влюбленные, казалось, не замечали холода. Елина зябко повела плечами и отступила назад в комнату, плотно затворив за собой дверь. Как много времени пролетело с тех пор, как она испытывала чувства, подобные тем, что были у девушки этажом ниже. Неопределенно спросила себя, могла бы она теперь пережить нечто подобное. И тут же осознала, что нет, никогда. Это было утрачено там, в спальне ее матери, когда ей исполнилось 19 лет. Впервые за долгое время она мысленно вернулась к своим родителям. Бедный папа погиб. И обожаемая ее мать тоже погибла, хотя и по-своему. Странно, что ей понадобилось столько времени, чтобы наконец понять ее. Только теперь, не имея ни привязанности, ни любви, могла она понять и почувствовать свою близость к ними. И погибнуть, как они. Она почувствовала, как слезы слынули из ее глаз. Она оплатывала их. Бейкер перегнулся через твой письменный стол и посмотрел на капитана Стрэнга. Дэн, мы обнаружили наконец первую трещинку. Кардиналли попросил дядю о встрече. Если эта встреча состоится, а дядя именно тот, про кого я думаю, мы поднимем наконец крышку этого дела. Полицейский ухмыльнулся. Похоже на то. Но что будет, если эта банда доберется до Кардиналли, прежде чем все состоится? Бейкер задумчиво кивнул. Да, этого нельзя допустить. Слишком много мы на это поставили. Но мы не можем ведь находиться за его спиной всякий раз, как они начнут стрелять. Я знаю, сказал Бейкер. Но у меня есть план. Давай послушаем. Бейкер внимательно посмотрел на него и, понизив голос, сказал, только чтобы все осталось между нами. Начальству это не понравится. Это против правил. Стрэнк ухмыльнулся снова. Уже нравится. Хоть я еще и не слышал, о чем речь. Мы будем его запугивать, чтобы он начал прятаться. Откроем своего рода компанию. Будем ему звонить, угрожать. Подберем пострашнее с виду парней и посадим на хвост. Он будет думать, что они из той банды, постарается избавиться от них. Потом спрячется куда-нибудь и просидит там до самой встречи. Стрэнк, размышляя, смотрел на Бейкера. Может сработать, сказал он. Наверняка сработает, убежденно подтвердил Бейкер. Мы зацепим его, посадим на прикол, окружим так, чтобы никто не вошел и не вышел без нашего ведома. Но это может стоить нам работы, если провороним, сказал Стрэнк. Конечно, я осознаю это, сказал твердо Бейкер. А этому парню придется по-настоящему плохо. По-настоящему. Чувство охватили Бейкера с такой силой, что он встал и подошел к окну. Когда он заговорил, снова голос его подрагивал. Ты знаешь, я могу сказать, что понимаю этих парней. Знаю, откуда они верутся, с чего начинают. Обычно они начинают с нуля, ничего не имея. И мне понятно, что толкает их на преступление. И как они идут на это. Но в данном случае я ничего не могу понять. Он пошел на все дела, имея все, как мы выяснили. Он ничего не хотел больше того, что у него было. Возможно, он это делает ради потехи. Не исключено, что ему просто нравится убивать. Не знаю. Уверен я только в одном. Если мы не найдем способа остановить его, еще много людей погибнет. И ни одних гангстеров я имею в виду. Погибнет много невинных людей, таких, как та девушка во Флориде. Мы ведь не можем определить уверенно, как и где психопат вроде него станет прокладывать свою линию. Трэнг медленно выдохнул воздух, взял трубку и выколотил ее содержимое в пепельницу. Пустую трубку сунул в рот и поглядел на Бейкера. Улыбающиеся глаза странно противоречили мрачному тону его слов. — Я уже тридцать лет служу в полиции, — сказал он. — А мне никогда не нравилась постоянная работа. Телефон начал трезвонить. Чезаре подошел и снял трубку. — Кардиналли слушает. Голос был хриплый и грубый. Голос, которого он никогда прежде не слышал. — Кардиналли? — переспросил голос угрожающий. — Твой стилет отжил в свое время и бесполезен. Рано или поздно мы до тебя доберемся. Почему бы тебе самому не облегчить твой конец? Трубка замолчала и отключилась. Чезаре неторопливо дул в микрофон, спрашивая, — Алло, что это? Что это? Ответа не было. Он бросил трубку. И подошел к дивану, где сидела Лукс. Она с любопытством глядела на него. Что это было? Предупреждение. Какой-то дешевый гангстер. — Лук, — сказала задумчиво. — Они так всегда начинают. Мне приходилось видеть это и раньше. Один и тот же шаблон. Они надеются, что ты потеряешь голову. Но если они рассчитывают, что своими звонками заставят меня паниковать, то скоро убедятся, что я отличаюсь от тех свиней, с которыми они имели дело прежде. — Отозвался Чазаре Тазлотки. Затем повернулся и пошел к двери. — Куда ты? — Вниз. Посмотреть, как Элина отправится в аэропорт. Хочешь со мной? Она резко рассмеялась. — Нет уж, спасибо. Я и так по горло сыта твоей подружкой. Она обойдется и без моего прощального поклона. Чазаре окинул ее долгим взглядом и вышел. Довольный, он покинул помещение авиакомпании «Италиен Эйрлайнс» и направился к стоянке, где оставил свою машину. С отлетом Элины все было all right. Он мог о ней не заботиться. Возле нее уже крутился некто, взявший на себя все заботы. Кто еще, кроме Элины, так сумел бы воспользоваться подвернувшейся возможности? Он едва не расхохотался над тем, как ловко и быстро сумела она крутить этого молодчика в белой теттоновой шляпе. Вероятно, он окажется в результате всего лишь богатым техасцам. Этот молодой человек станет немного беднее, прежде чем закончит свое путешествие. Он пришел на стоянку и начал добираться до своей машины. Из-за позднего времени стоянка была не слишком загружена. Звук шагов, доносившихся сзади и сливавшихся с его собственными, показался ему странным. Он задержался на секунду и оглянулся. Никого не было. Пожав плечами, двинулся дальше. Звуки его шагов снова начали двоиться. Он остановился, чтобы закурить сигарету. Шаги тут же прекратились. Закурив, снова пошел. Спустя мгновение опять стал различать какие-то чужие шаги. Они были тяжелые, неторопливые, намеренно сливающиеся с его собственными. Он замедлил постык, чтобы заметить, будут ли чужие шаги подражать ему. Так в точности и произошло. Он был теперь почти рядом со своей машиной. Слегка шевельнул рукой и стилет скользнул в ладони. Холодок металла придавал уверенность. Быстро шагнув между двумя машинами, он стремительно обернулся, держа перед собой нож, острием вперед. «Что здесь?» — эхо его голоса странно прокатилось по пустой стоянке. Ответа не было. Еще чуточку подождал. Старила полная тишина. Очевидно, не было ничего, кроме эхо. Он спрятал стилет обратно в ножны. «Это все глупый телефонный звонок», — стревожил его. Он посмеялся над собой, чувствуя, как напряжение спадает, и сел в машину. Включил мотор. Ощущалось легкое покалывание в чрезлах, всегда приходившее к нему в минуты опасности. Мысли обратились к лук, дожидавшийся его возвращения. Он был рад, что она будет с ним этой ночью. Ему сейчас нужна именно такая женщина, как она. С ней можно будет раскладываться. Он направил Альфа Ромео в проход и стал выбираться из массы стоявших машин. Он знал тот тип страстных женщин, к которому принадлежал лук. Но она была не из тех, кто готова отдаваться любому мужчине. Ей управляло желание найти именно того, кого она бессознательно хотела. И когда находила в ней, как будто поворачивался волшебный ключ, она уже более не могла владеть собой и управлять желаниями. Тогда она вступала в борьбу за приоритет. Вперва в сексуальном смысле ее требования простирались за пределы возможного. Он усмехнулся про себя. Именно такое и происходило с ней теперь. После наступало другое. Стремление достигнуть равенства с мужчиной, а затем и превзойти его в своей женственности. Но этого ей никогда не удавалось. Ни с ним, ни с кем-либо другим, кем бы она ни увлекалась. Она не позволяла себе слабости, она презирала ее. Потом следовало желание получить в себя излияние семени. Этого она всегда достигала. Тогда она получала все удовлетворение, освобождала сознание и могла идти дальше и повторять раз за разом все по тому же шаблону. Так что теперь ему уже нетрудно было проделывать это с ней. В какой-то мере это ведь было результаты его собственных исканий. Влечение к луг продолжало его томить. Но по мере удовлетворения все быстро должно будет наступить. И за всем возникал образ Элины. Он думал о ней, невольно улыбаясь. Может быть, ему следует жениться на ней? Пришло время думать о продолжении рода, чтобы нести свое имя в будущее. Сочетание их крови было бы очень хорошим. К тому же Элина — европейка. Европейки куда честнее американок и куда реалистичнее. В сравнении с луг, одержимые всяческими комплексами, Элина казалась такой же простой и примадушной, как девушка-подросток. «Ну вот, два дня позади», — сказал Стрэнг. «И что, по-твоему, мы должны делать дальше?» Бейкер пожал плетями. «Этого сам черт не угадает!» Он взял сигарету и закурил. «Что докладывают оперативники?» «Я их уже успел сменить раз в шесть», — ответил Стрэнг. «Они говорят, что он уже начинает подпрыгивать. Обычная вещь. Оглядывается через плечо. При входе и выходе смотрит, нет ли кого за дверью. А девушка?» — спросил Бейкер. «Что про нее?» «Она вроде бы держится получше, чем он. Все время находится рядом с ним. Но, может быть, она не в курсе того, что происходит. Я получил сведения о ней. Судя по ним, она вполне безупречная особа. Была автогонщицей и вполне классной, насколько мы можем судить. Из-за неудачи потеряла в прошлом году машину, теперь мечтает накопить денег на новую». «Но это нам не может помочь», — заметил Стрэнг. «Этим не объяснишь, почему она подтвердила его алиби в том, что произошло в Мексике». «Напротив, это очень помогает», — возразил Бейкер. «Она хочет иметь машину, а он как раз тот парень, который может ей дать ее». «Не теперь. Сейчас он не сможет», — сказал Стрэнг. «Мы только что обнаружили, что все его контракты аннулированы». «Все до единого?» — спросил Бейкер. Стрэнг утвердительно кивнул. «Все как есть». «Хотел бы я знать, имеет ли это какое-то значение для нашего дела». «Может иметь», — ответил Бейкер. «Сейчас же займусь этим и проверю». Зазвонил телефон. Он снял трубку и, послушав, протянул ее Стрэнгу. «Тебя». Стрэнг перехватил трубку и, выслушав сообщение, положил ее на место. «Это один из моих людей». «Кардиналли и его девушка только что пошли на ленч в павильон на 57-й улице». Бейкер усмехнулся и взял телефонную трубку. «Как раз время для очередного звонка», — сказал он Стрэнгу. «Позвоните мистеру кардиналли в ресторан-павильон и поиграйте для него запись еще раз», — сказал он в аппарат. «Говорю я тебе, что заметил, как этот человек за нами следует неотступно», — настаивал Чезаре. «Я узнал его, я уже видел его прежде». Лук поглядела на него. «Ты уверен, Чезаре?» «Я никого не видела». «На этот раз он ждал нас на углу по Аркавеню, я уверен». И Чезаре тут же принял выражение полнейшего спокойствия, пока официант подносил и ставил перед ними заказанные коктейли. Они потягивали из стаканов понемногу, ожидая, пока тот сойдет. Лук положила руку ему на локоть. «Что тебе нужно, так это немного отдохнуть», — сказала она мягко. «Эту ночь ты почти не спал». «А кто бы мог спать с этими телефонными звонками?» Раздраженно сказал Чезаре. «Четыре раза звонили, пока мы не сняли трубку совсем». «Я бы вообще отключила телефон», — сказала Лук. «Это будет признанием того, что они нас допекли», — возразил Чезаре. «Это именно то, чего они хотят». К столу подошел официант, неся с собой телефон. «Вас просит к телефону, князь кардинальный». Чезаре посмотрел на Лук. «Хорошо, я отвечу». Официант поклонился и поставил аппарат на банкетку позади них. Чезаре поднял трубку. «Кардинальный служит». Лук увидела, что лицо его как будто окаменело. Он молча выслушал, затем положил трубку. Кивнул в ответ на вопросительные выражения ее лица. «Снова они». Хмуро сказал он и опорожнил свой стакан. «Видишь, я был прав, они за нами следят. Они точно знали, куда звонить». Телефон зазвонил, едва лишь они вошли в переднюю. Тонио бросился к нему и поднял трубку. «Квартира кардинальный», — сказал он и поспешно ответил, поглядывая на вошедших. «Сейчас посмотрю, пришел ли он». Захватив с собой аппарат, Тонио приблизился к ним. «Вас спрашивает ваше сиятельство, но сеньор не назвал себя. Он сказал только, что хочет передать вам важные вещи». «Давай сюда», — сказал Чезаре, подходя к телефону. Он молча слушал, в то время как Тонио неслышно выскользнул из помещения. Вдруг лицо его исказилось от злости, он схватил аппарат с подставки и с яростью швырнул его через всю комнату. «Дьявольская машинка для пыток!» — закричал он. Телефон угодил прямо в вазу. Потыпались осколки. Чезаре плюхнулся на диван и приказал Тонио, прибежавшему с перепуганным выражением на круглом лицике. «Убери все это!» «Слушай, ваше сиятельство!» «Немедленно, ваше сиятельство!» — ответил маленький человечек и выбежал. Чезаре нагнулся вперед, пряча голову в ладони. Лук, обойдя, склонилась над ним и принялась сочувственно массировать его с затылок и шею. «Не принимай так близко к сердцу! Ни к чему хорошему это не приведет! Я приготовлю тебе чего-нибудь выпить!» Она подошла к бару и взяла отсюда джинн и вермут. Смешала их и попробовала на вкус. Оглядела открытые полки в поисках горькой настойки. Европейцы любят добавлять горечь в свои коктейли. Ее не оказалось. Повернула ключ в удиверке небольшого шкафчика. Там была лишь маленькая бутылочка. Она взяла ее и обернулась к нему. «Сколько тебе добавить для горечи?» — спросила она. Он уставился на ее руку. «А откуда ты взяла это?» — воскликнул он, напрягаясь. Она показала. «Да вот отсюда! Я знаю, ты любишь...» «Поставь на место!» — яростно перебил он. «И запри на ключ!» «Ты смотришь так, будто собираешься оторвать мне голову!» Обиженно сказала она, вернула бутылочку на место и повернула ключ. «Он слегка расслабился. Извини, дорогая. Горькая настойка стоит на самой нижней полке. «А что было в той бутылочке?» — поднося ему стакан, спросила она. Он отхлебнул и поднял на нее глаза. «Яд!» «К сожалению, им нельзя украсить стену, как любым другим оружием. Его подарил мне один ларантийский химик. Он исследовал составы ядов, которыми пользовалась лукреция Борди. Несколько капель — никакого противоядия. Он говорил, что их знание химии было совершенно фантастическим для того времени. Она с любопытством посмотрела на бар. «Я бы не чувствовала себя в безопасности, имея дома такую вещь. Здесь он безопасен. Никто не открывает этот шкафчик даже для уборки. Он допил коктейль, откинулся и закрыл глаза. Я так устал». Лук ласково погладила его по голове. «Я знаю, любимый», — сказала она нежно. «Если бы мы только могли найти место, где можно укрыться так, чтобы никто не смог отыскать нас, пока не вернется Элина». Он вдруг повернулся и посмотрел на нее. Напряжение, казалось, ушло с его лица. Взгляд повеселел, он улыбался. «Точно!» — воскликнул он. «Почему это раньше не пришло мне в голову? Я знаю такое место!» «Они никогда не будут искать меня там!» Она ответила ему улыбкой. Теплота начала разливаться по ее телу. С гордостью подумалось, что это всего лишь начало. Скоро он начнет убеждаться в том, как она ему необходима. Сержант Мак Гауэн посмотрел на часы. Почти одиннадцать. Еще час, и можно будет вдохнуть. Он неторопливо печатал шаги в тишине зимней ночи. Самая вшивая часть его работы. Он должен с четырех часов дня торчать возле отеля. И это было еще не худшее. По крайней мере, ему не приходилось прятаться, оставаясь невидимым, как бывало, доводилось. Это был один из самых ловких трюков в его профессии. В телевизионных шоу один частный детектив проникает даже в спальню и при этом ухитряется остаться незамеченным. Но в реальной жизни все по-другому. Капитан держал на этой работе сразу шесть человек. По одному возле каждой входной двери этого большого отеля. И еще двое непрерывно обходили вокруг здания, находясь в контакте и готовые прийти на помощь друг другу, если возникнет такая необходимость. Вдруг, обернувшись вслед какой-то машине, завернувшись за угол на Лексингтон, Мак Гауэн увидел, что они выходят из отеля. Девушка несла в руках маленький чемоданчик. Мужчина быстро оглядел улицу и, отмахнувшись от такси, взял ее под руку. Они быстро зашагали по направлению к Лексингтону. Сержант устремился за ними следом. Такая уж его удача, что они выбрали именно этот час для ухода. Теперь он не доберется до дому раньше шести часов. Все двое перешли улицу на перекрестке и пошли вверх, направляясь к 51-й улице. Он тоже перешел на их сторону, сокращая путь, и увидел, как мужчина на него оглянулся. И он не пытался спрятаться. Напротив, должен был стараться, чтобы его замечали. Они свернули за угол и быстро пошли, направляясь к входу в метро. Он припустил следом за ними и достиг лестницы как раз в тот момент, когда раздался шум подходившего поезда. Прыгая через две ступеньки, бросился вниз. Капитан будет очень недоволен, если он их упустит. Боковым зрением он успел уловить какую-то тень, мелькнувшую за поворотом к поездам. Он кинулся следом, но успел увидеть только плоскую ладонь, обрушившуюся на него приемом дзюдо. Все же попытался было увернуться, но острая боль в плече и шее пронзила его и бросила на колени. Он не потерял сознание. Лишь в глазах блуждали огненные круги, да в ушах стоял колокольный звон. Это было точно так, как он видел однажды в телевизионном шоу. Он потряс головой. В глазах стало проясняться. Опираясь на стену, с трудом поднялся на ноги. Мгновение постоял, покачиваясь, шаря глазами по платформе. Он увидел их входящих в поезд и бросился следом. Но прежде чем добежал, двери закрылись, и поезд тронулся. Успел лишь увидеть сквозь мелькнувшее окно лицо мужчины, которого он преследовал, тот, глядя на него, усмехался. Чувствуя страшную усталость, МакГауэн повернулся и пошел к телефонной будке. Втиснулся в нее и услышал, как взвякнула в аппарате брошенная монетка. Капитану будет не по душе то, что он ему сообщит. Но капитан должен был его предупредить, что этого парня следует остерегаться, так как он может стукнуть. Он начал набирать номер. Трэнк положил телефонную трубку на рычаг и угрюмо обратился к Бейкеру. План сработал, как мы и ожидали. Но сработал слишком хорошо. Этот парень стукнул МакГауэна на платформе метро, на минуту отключил его и удрал. — Девушка тоже? — спросил Бейкер. — Тоже. — скивнул Стрэнк. Бейкер взял сигарету, пальцы его подрагивали. — Но да поможет им Бог, если банда доберется до них раньше, чем это сделаем мы. — А если они доберутся, то тебе лучше иметь наготове прошение об отставке, — мрачно сказал Стрэнк. — Мое уже подписано. Лежит в столе. Немного осталось в Нью-Йорке мест, которые бы так успешно сопротивлялись наступлению дешевых зданий, как верхняя часть парк-авеню. Одной из причин этого было то, что здесь находится торговая Мекка испанского Гарлема. Здесь, в стороне центральных линий Нью-Йорка, сочетающей скорость сообщения с хрупкими удобствами метрополитена, раскинулся открытый городской рынок. Люди, толкущиеся здесь главным образом фуэр-тариканцы, в своих разноцветных, вызывающих веселых одеждах, нуют между тележек с товарами и лотков, поставленных вдоль тротуаров, трещат и щебечут, оставаясь счастливыми и жизнерадостными, невзирая на всю свою бедность, живут так же беззаботно, как жили они на своих тропических островах. Здесь имеется множество гостиниц. Они совершенно не похожи на роскошные отели, расположенные в нижней части города. На этой улице пока они служат тем же целям. Дают ночлег, пристанище, пищу и являются местом отдыха утомленному путнику. Главной разницей между теми и другими, кроме меблировки, является отношение к кредитным карточкам. В гостиницах испанского Гарлиэма их не признают, предпочитая наличные. Чезаре отвернулся от окна отеля Делли Рио, под которым в эту минуту с грохотом проносился поезд. Он оглянулся на Лук, сидящий в кресле и погруженную в тени утренних газет. Нервно закурил сигарету. «Неужели ты ничего не можешь делать, кроме как сидеть весь день, искнувшись в эти чертовы газеты?» Лук подняла на него глаза. Всю последнюю неделю он еле сдерживал себя, находясь на грани нервного сорлива. Он был раздражен, и это было понятно. Прошло две недели с тех пор, как он отправил Элину, а от нее ни слуху, ни духу. Все это время они провели в заперти в этой комнате. Сперва им все это казалось даже забавным. Они шутили по поводу мелких неудобств, грязный водопроводный кран, скрипучие кровати, провалившиеся кресла. Затем, мало-помалу, эта отчаянная, окаянная комната стала надоедать им, пока в одно мгновение не опротивила за пределы. Она была готова к этому, но он быстро впал в раздражение. Женщины легче приспосабливаются к обстоятельствам, чем мужчины. Они более выносливы. У них больше природных способностей к терпеливому ожиданию и в духовном и физическом смысле. Ей вдруг вспомнилось, что она уже ощущала болезненные спазмы, предшествовавшие приходу месячной. Спазмы миновали, но месячные не прошли. Она мысленно спросила себя, уж не беременность ли это. Сроки прошли неделю назад. Ее организм никогда еще так не запаздывал. — Почему бы тебе не лечь и не отдохнуть немного? — предложила она тоном убеждение. Он взорвался. — Отдохнуть? А что еще мне остается делать в этой вонючей дыре? Есть пережаренную пищу, валяться на грязной постели? Я уже болен от всего этого. — Это все же лучше, чем быть мертвым. — Я начинаю сомневаться, так ли это. Огрызнулся он и, вернувшись к окну, стал смотреть на улицу. Она хотела вернуться к газетам, но его голос от окна отвлек ее. Он стоял, опираясь на подоконник руками, и смотрел вниз. — Я насмотрелся на таких людишек в итальянской деревне, когда был мальчишкой. Взгляни на них, как они смеются, орут, снуют повсюду, толкутся в поисках какой-нибудь еды. Поднявшись с кресла, она подошла и встала рядом с ним у окна. — И тем не менее они кажутся мне совершенно счастливыми, — сказала она, глядя вниз. В голосе Чезары прозвучало удивление. — Именно этого я и не могу понять. Что делает их такими радостными? Что они получают от жизни, чего мы не можем получить? Разве они не знают, что этот мир создан для тех немногих, кто умеет брать? Они должны это знать, не могут не знать. И тем не менее они довольны, смеются, радуются, делают детей. Что именно чувствуют они, чего мы не чувствуем? Она искусственно взглянула на него. Ей вспомнилось время, когда она была маленькой девочкой. Какое волнение охватывало их маленький городок в дни ярмарок и распродаж. Чезарш, бедный Чезарш, как много в мире вещей, о которых он и понятия не имеет. Может быть, у них есть надежда? — сказала она. — Надежда! Ха-ха-ха! Слово, придуманное мечтателями. Она все еще хотела, чтобы он ее понял. Может быть, у них есть вера? Он засмеялся опять. — Слово, которое придумали попы! Она не могла удержаться, чтобы не положить свою ладонь на его обнаженную руку. А вдруг через прикосновение ему передадутся мысли, только что нахлынувшие на нее. — Наверное, у них есть любовь? — сказала она нежно. Он обернулся и посмотрел ей в глаза, затем отнял руку. Из всех лживых слов — это самое лживое! Это слово придумали женщины, чтобы прикрыть им свои биологические нужды и потребности. «Любовь!» Она отошла и села в кресло. Взяла газету, но читать не могла. Все плыло перед ней. Странная и знакомая сверлящая боль пронзила ее. — Возможно. — В таком случае, я не знаю, — отозвалась она. Он отошел от окна и приблизился к ней. Стал, глядя на нее. Ей не надо было поднимать глаз, чтобы видеть знакомую жестокую усмешку, блуждающую на его лице. Она насмотрелась на него в последние дни. Он улыбался так всякий раз, когда у него возникала отчаянная потребность войти в нее. — Это верно, — сказал он. — Ты не знаешь. Правда, не знает никто. Но только у одного меня хватает смелости заглянуть ей в глаза. А там пустота. Там для людей не спрятано ничего, кроме желания существовать. Большинство людей даже не задумываются над тем, как, лишь бы существовать, день за днем, год за годом. Зачем? А не зачем? Только она собралась с мыслями, чтобы ответить ему, как вдруг раздался стук в дверь. Когда она оглянулась, в его руке мерцал обнаженный стелет. — Да, — отызвалась она. За дверью раздался голос портье. — Я принес вечерние газеты, мэм. — Оставьте их под дверью, — сказала она. — Я заберу их чуточку позже. — Да, мэм, — ответил голос. Они подождали, пока звук шагов удалился, и затих. Затем она встала с кресла, подошла к двери, быстро распахнула ее, затолкнула ногой газеты в комнату и захлопнула дверь. Подобрав их с пола, уселась в кресло и начала разворачивать одну из них. Не сдержавшись, он выбил газету у нее из рук. — Когда ты перестанешь обсасывать эти гнусные газеты? — закричал он и отошел ко сну. Она терпеливо потянулась за упавшей газетой и вдруг увидела фотографию. — Чезаре! Чезаре! — закричала она, вскакивая и показывая ему портрет, напечатанный во всю полосу на последней странице Journal American. — Смотри, она вернулась! Это было фото Элины, улыбающейся и машущей рукой фотографу, снимающему ее у трапа прибывшего самолета. Подпись под фотографией гласила просто — баронесса возвращается из заграничной поездки. Группа мужчин, собравшихся в кабинете Бейкера, тесно сплотилась вокруг его стола, когда в динамике раздался голос Элины. — Да! — голос кардинальный произнес взволнованно и торопливо. — Ты получил ответ! Один из агентов, схватив трубку другого телефона, уже давал кому-то шепотом указание. — Чезаре, это ты! У тебя все в порядке! — звучал в репродукторе голос Элины. Бейкер посмотрел на агента с телефоном. — Она задержит его, насколько сможет. — Нашли вы его? — Мы торопимся, как можем! — отозвался агент. — Я получила! — ответила между тем Элина. — Но Чезаре, я не поняла... — Не имеет значения, — перебил он ее. — Говори, что там! — Она сказала голосом, полным сомнения. — Луна взойдет этой ночью. В репродукторе послышался резкий щелчок. Чезаре повесил трубку. Голос Элины продолжал жвать. — Чезаре! Чезаре! Где ты? Я не слышу тебя! — Бейкер посмотрел на агента. Успели его затечь? — Слишком быстро он отключился, — покачал головой агент. Голос Элины продолжал взывать. — Чезаре! Бейкер поднял трубку с аппарата, стоявшего на столе. — Его уже нет на линии, баронесса! Голос ее звучал испуганно. — Я все сделала как надо, мистер Бейкер. Я держала его сколько могла. — Вы все сделали великолепно, баронесса, — сказал он с уверенностью, которой на самом деле не чувствовал. — Мы все держим под контролем. Он положил трубку и повернулся к агенту. — Спасибо, — сказал он. — Можете отключиться. — Ну, теперь мы сможем хотя бы его задержать, если он выберется из своего убежища, — сказал агент. — За что? — спросил Бейкер. — Он посылал женщину за границу с посланием. Она привезла ему ответ. Бейкер усмехнулся. — Нет закона, который запрещал бы это. Агент недоуменно пожал плечами и вышел из кабинета. Бейкер повернулся к Стрэнгу, сидевшему напротив него за столом. Стрэнг смотрел на него. — Это была хорошая попытка, Джордж, — сказал он. Бейкер устало улыбнулся. — Из которой ни черта не вышло. — Во всяком случае, ты сделал все, что мог. — сказал Стрэнг. Бейкер поднялся из кресла. Неудача отозвалась горечью во рту. Он глянул сверху на Стрэнга. — Будем честными перед самими собой, Дэн, — сказал он. — Это провал. Он отошел к окну и стал перед ним. — Если кардиналь ли завтра обнаружится, это будет означать, что стилет получил отпущение и может жить спокойно. Если его уберут, мы потеряем последнюю нить. При всех вариантах мы сейчас не ближе к Маттео, чем были раньше. Он повернулся к полицейскому. Его голос был полон разочарования. — Нас побили, Дэн. В любом случае мы проиграли. Они оставили отель около десяти вечера. — Это недалеко, — сказал ей Чезаре. Свернули с парка Веню на 116-ю улицу и зашагали к Мэдисону. Сделали несколько поворотов в разных направлениях, затем он тронул ее за руку. Это напротив, через улицу. Она посмотрела. Одно из темных кирпичных строений с баром и грилем в нижнем этаже. Маленькая неоновая вывеска светилась над дверью. Половинка, луны, бар и гриль. Мерцали белые и зеленые буквы настиг. Он провел ее мимо входа в бар, и они поднялись по ступеням. Дверь была открыта и вела в холл, где одиноко светила голая лампочка, заливающая желтым сиянием пустое помещение. Она спросила, к кому мы идем. Он взглянул на нее. — Маттел, конечно, — сказал он деловым тоном. — Но я думала, что ему нельзя возвращаться в эту страну, — проговорила она с удивлением. — Так многие думают, — возразил он с усмешкой и подхватил ее под руку. — Пошли. — Пошли. — Слышится за дверью голос Маттео. Оставив ее стоять у двери, Чезаре подошел к столу. Некоторое время он молча смотрел на Маттео. Лук с любопытством оглядывал комнату. Она точь-в-точь напоминала обычный деловой офис. В углу имелся еще один стол, на нем стояла пишущая машинка. Был шкаф с деловыми папками. В глубине комнаты находился задрапированный горзинами ольков. Там, вероятно, скрывалась дверь, ведущая в уборную. Единственным, что отличало эту комнату от других, было полное отсутствие окон, только стены. Голос Маттео оторвал ее от созерцания. — Ты просил о встрече, мой племянник, — спросил тот. Чезаре кивнул. — Я пришел поговорить с вами о том недоразумении, которое произошло между нами. — Да? — Маттео наклонил голову. — Когда мы виделись в последний раз, вы сказали мне, что я хорошо сделал свою работу, что общество осталось довольно мной. Маттео кивнул. — И это правда. — Тогда почему меня хотят убить? — Спокойно спросил Чезаре. — Эмилио, положив на живот сплетенные пальцы, откинулся на стуле, и он смотрел прямо в глаза Чезаре. — Ты еще очень молод, мой племянник. Многие важные вещи недоступны для твоего понимания. — Какие вещи? — спросил Чезаре. — Общество основывает свое существование на одном простом правиле. — Вкратчивым тоном продолжал Эмилио. Одно простое правило помогает нам пережить много невзгод, выжить во многих войнах и строить сегодня наше могущество на прочной основе. — Вот это правило, дающее нам силы. — Ни один человек, чье существование становится опасным для общества, не должен оставаться живым. — Но я не нарушил этого правила, — быстро возразил Чезаре. — Разве я не представил доказательств, что члены общества могут не беспокоиться из-за меня? — Голос Матео звучал терпеливо, как если бы он говорил с малым ребенком. — Это все достойно сожаления, конечно. Но то, что ты знаешь, сейчас равноценно кинжалу, приставленному к горлу. Как ты понимаешь, полиция дозналась про тебя, и сведения, которыми ты располагаешь, представляют для нее огромную ценность. — Они ничего не узнают от меня. — Я верю этому. Но неисчислимый вред будет принесен делу, если мы оба ошибемся. Не все тебе доверяют, как я. — Почему нет? — настаивал Чезаре. — Я держу свою клятву, и мне от них ничего не надо. — Вот это и значит попасть в самую точку, — быстро сказал Эмилио. — Вот это и есть то, что всех связывает. Человеку, которому ничего не надо, нечего и защищать. Ты совсем не то, что Дэнди Ник, или Большой Голландец, и Элли, которых ты уже устранил. У них было что защищать. Они имели причины быть лояльными. Они участвовали в прибыли. В то время как от тебя, мой племянник, мы не имеем ни прибыли, ни пользы. Ты просто дилетант, заинтересованный лишь в получении острых ощущений, словно маленький мальчик. — Так, опасаясь за Дэнди Ника, они и хотят моей смерти? — спросил Чезаре. Эмилио посмотрел на него и развел руками с беспомощным выражением лица. «Именно поэтому ты обязан держать клятву, которую дал обществу». Лук заметила движение в Алькове за гординами. — Чезаре, оглянись! — взвопила она в ужасе. Чезаре обернулся так быстро, что она не заметила, как появился стилет в его руке. Он прыгнул к занавешанному Алькову и пронзил человека, скрывавшегося там. Умирающий, вцепившись в гордины, сорвал их и грохнулся на пол. Револьвер, выпавший из его руки, отлетел к ногам Лук. Чезаре склонился над упавшим и стащил гордину с его лица. Он оглянулся на Эмилио. — Это Дэнди Ник! — воскликнул он. — Значит, все! По закону больше нет никого, кому я мог бы угрожать! Эмилио мягко возразил. — Есть еще кое-кто, мой племянник! — Кто же это, дядя? В руки Эмилио появился револьвер. — Я! — сказал он спокойно. Его палец медленно потянул в путь. — Какая досада! — подумал он почти с сожалением. Чезаре мог бы стать одним из великих людей общества, одним из донов, и вот приходится терять его попуски. За этими размышлениями он упустил из внимания лук, успевший подобрать револьвер Ника Дэнди, валявшийся на полу. Она выстрелила прежде. Пуля, попавшая в плечо, отбросила Маттео обратно в кресло. Револьвер выпал из его руки. Одним прыжком Чезаре добрался до него. Стилет сверкнул над Эмилио. — Нет, нет! — завизжал тот, пытаясь уклониться от удара. — Чезаре, я поговорю в совете, они меня послушают! Чезаре дико расхохотался. — Поздно, мой дядя! — закричал он. — Твои собственные законы тебя же и предали. Я свободен! — Свободен! — лук, застывший от ужаса, смотрела, как поднимается и опускается нож, вонзаясь в беспомощное тело Эмилио. — Остановись, Чезаре! — закричала она. — Довольно! Чезаре медленно поднялся и выпрямился перед столом. Он обернулся к ней. Дикий маниакальный свет мерцал в его глазах. Он схватил ее за руку, распахнул дверь, и они сбежали вниз по лестнице. — Ты представляешь! — мягким смешком сказал он ей. — Он и впрямь стал верить, будто он мой дядя. Он открыл дверь квартиры, и они вошли. Пройдя в комнату, он сел за письменный стол, отодвинув скопившуюся за эти дни почту, взял чековую книжку и стал спитать в ней. Лук, зайдя сзади стола, стала нежным движением массировать ему затылок и заднюю часть шеи. — Как хорошо вернуться домой! — сказала она мечтательно. Он кончил писать и, обернувшись, подал ей чек. — Это тебе! — сказал он жестко. Она машинально оставила его шею и, взяв, посмотрела. — Для чего это? — спросила она. Голос его был пуст, а взгляд принадлежал чужому холодному человеку. — Ты говорила, что хочешь купить Феррари. Теперь можешь забирать свои вещи и отправляться на все четыре стороны. Она уставилась на него, не веря своим ушам. И вдруг почувствовала спазмы в животе, и тошнота подступила к глотке. Это произошло снова, то же самое снова. — Ты думаешь? — начала она. Ее голос перехватило. Она ощущала, как горечь поднимается из ее живота вверх по телу. — Ты думаешь, что из-за этого я осталась с тобой? Он столкнул кресло и, широко шагая, подошел к бару. — Тебе нет дела, что я думаю, — грубо сказал он. — Мы с тобой квиты. Она должна была сказать ему. Быть может, если бы он узнал, что она беременна, он вел бы себя с ней по-другому. Он не виноват, он перенес так много. — Чезаре, что же мне делать теперь? Я... я не... Он отвернулся от нее к бару, открыл заветный шкафчик, вынул отсюда маленькую темную бутылочку и поставил ее на бар рядом с Виской. — Я не знаю и не хочу знать, что ты будешь делать, — перебил он ее. — У тебя есть выбор. Ты знаешь, что в этой бутылочке. Несколько капель и через три минуты забвения вполне безболезненно. Я дарю это тебе. Он пошел к Деверии. Она последовала за ним. — Чезаре! — воскликнула она со слезами. — Куда ты идешь? — К ней. Он медленно улыбнулся. Его голос приобрел особую жестокую нежность. — Да, я устал от тебя. Я по горло сыт жизнью с тобой на грязных простынях. Мне противила твоя плебейская манера любить. Ты была права, когда сказала в первый день знакомства, что она даст мне за десять минут больше секса, чем ты за десять дней. Ну что же, ты это доказала на деле. Она поймала его за латком пиджака. — Ты больше не хочешь меня? Он стряхнул ее руку с себя. — Это не вполне верно, — ответил он холодно. — Я не нуждаюсь тебе больше. Дверь за ним закрылась. И она осталась стоять там, тупо уставить на нее. Затем повернулась и медленно пошла к дивану. Это случилось снова. Она поглядела на сосуд с ядом, стоящий на баре среди бутылок. Он был прав. Это единственный путь для таких, как она. Она вскочила на ноги и уже двинулась было к бару, как спазма тошноты сдавила ее. Она бросилась в ванну и нагнулась над раковиной, и ее стало рвать. Слезы бежали, обжигая глаза. Ее продолжало рвать, пока не вывернуло наизнанку. Она встала на колени и прижалась лицом к холодному фарфору. Слезы струились по ее щекам. Никаких сомнений не было относительно того, что с ней. Он повернул ключ в дверь, ведущий в комнату Элины, и вошел туда. Свет был включен. Из ванной слышался шум бегущей воды. С улыбкой он подошел к двери и позвал Элина. Шум воды прекратился, затем раздался ее голос. — Чезар, это ты? — Да, — он засмеялся. — Я вернулся. — У тебя все в порядке? — Все отлично, — ответил он. — Поторопись, мне надо тебе сказать кое-что очень важное. Он отошел от двери. Вот и пришло его время. Время покончить со всеми приключениями, время начинать семейную жизнь. Он ясно сознавал теперь, что означали слова отца, обращенные к нему когда-то. — Не дай нашему имени умереть, мой сын. Не растрать попусту все свое семя. Из-за двери послышался ее голос. — Будь добр, передай мне мою сумку с косметикой. Я не могу предстать перед тобой с неподкрашенными губами. Она стоит на столике перед кроватью. Он засмеялся, подумав о том, сколько раз уже видел ее безо всякого макияжа. Но он уже привыкал к ее маленьким капризам. Они станут частью их будущей совместной жизни. Он прошел к ночному столику и взял в руки стоявшие на нем маленькие ящички. Застежки его оказались не заперты, передняя стенка распахнулась, и все содержимое высыпалось. Положил на место губную помаду, пудреницу и стал собирать разлетевшиеся по всему полу карточки, бумажки и письма, машинально просматривая их. Чего только женщины не таскают с собой, кредитные карточки, копии счетов. Письмо в плотном конверте привлекло его внимание. На нем был гриф «Служебное письмо правительства США». Оно было адресовано и линии, и послано иммиграционным департаментом. Все еще автоматически он вскрыл его и принялся читать. По ходатайству мистера Джеймса Бейкера из Федерального бюро расследований, настоящим извещаем вас, что ваша просьба о предоставлении вам постоянного вида на жительство в нашей стране удовлетворена. «Будьте любезны обратиться с этим письмом и вашим паспортом в ближайшие учреждения, чтобы оформить это разрешение надлежащим образом». Медленно Чезаре поднялся на ноги, продолжая тупо перечитывать письмо. Забытая коробка с косметикой осталась на полу. Он распахнул дверь в ванную комнату еще до того, как полностью осознал смысл прочитанного. Она все это время работала на Бейкера. Не было у него иной причины помогать ей. Она стояла перед зеркалом, закутываясь в халат, когда оглянулась и увидела его. Выражение его лица поразило ее. «А, и что случилось?» — закричала она и тут же увидела письмо в его руке. Глаза ее в ужасе расширились. Он неподвижно стоял, перекрывая дверной проем. Глаза его были холодны. В них была смерть. «Почему, Элина?» «Почему?» «Ты ведь пришла ко мне за помощью, как друг, и я помог тебе». «Почему?» Она в страхе не отрывала от него взгляда. «Я была вынуждена, Чезаре. У меня не было другого выхода. Они схватили меня за горло». «Я не верю тебе, Элина», — проговорил он и двинулся к ней. «Ты могла предупредить меня. Мы могли бы действовать вместе». Она видела, как медленно он поднимает руку, занося ее для удара. Странно, что теперь она не чувствовала никакого страха. Ее охватила мысль, неужели и другие так чувствуют себя перед смертью. «Не делай этого, Чезаре», — сказала она спокойно. «Ты не сможешь скрыться. Они узнают, что это сделал ты». Он стоял и смотрел на нее с занесенной для удара рукой, размышляя. «Не делай, Чезаре!» Воскликнула она быстро, пытаясь воспользоваться его колебаниями. «Тебе плохо. Позволь мне помочь тебе». «Ты уже достаточно мне помогла», — сказал он с горечью. «А я оказался настолько глуп, что хотел жениться на тебе». Она попыталась проскользнуть в дверь мимо него, но даже не успела заметить, как на нее обрушился удар, сразу лишивший ее сознания. Она свалилась на пол к его ногам. Он стоял и, тяжело дыша, смотрел на нее. Мысли его метались. Он не решался воспользоваться стилетом. Надо было сделать так, чтобы все выглядело, как несчастный случай. Надо было найти возможность проделать с ней нечто вроде того, что он сделал с Барбарой. Он снова вернулся в ванную и огляделся. В глубине виднелась широкая во всю стену французская дверь. Идея быстро выкристаллизовалась в его мозгу самоубийством. «Это будет лучше всего». Он стремительно поднял ее и вынес к двери, ведущей на террасу. Открыл ее и выглянул. Ночь была тихая, и снег, недавно начавший идти, падал крупными белыми хлопьями. Он вышел на террасу и перенес к парапету бесчувственное тело. Положил его на каменное ограждение. И последний раз посмотрел на ее лицо. Неподвижное, белое, страшно маленькое. Где-то в глубине его мыслей послышался ее веселый, извиняющий смех. Какой прекрасной невестой для него могла она стать. Он легким движением приподнял ее и перекинул через парапет. Он не задержался на террасе, чтобы взглянуть вниз на нее. Резко отвернувшись, бросился прочь из этого помещения и выскочил в хоул. Чезаро вернулся в свои апартаменты и направился к дивану, но остановился, увидев лук, направляющуюся в спальню. — Ты что здесь? — рявкнул он. Она не ответила. Он отвернулся от нее и рухнул на диван. — Чего ты еще ждешь? — почти закричал он. — Убирайся! Он наклонился вперед и обхватил голову руками. Потер пальцами одеревеневшую шею. Лук подошла к бару и налила ему немного выпивки. Вернулась, обойдя диван, и протянула ему. — Вот! — сказала она. Он одним глотком проглотил виски, поставил стакан на стол перед собой и поднял глаза. — А теперь собирай вещи и выметайся. Молча она повернулась и ушла в спальню. Он откинулся, положив голову на спинку дивана. Вот так. Устал. Завтра можно будет отправиться куда-нибудь, где не надо будет ничего делать, а только лениво лежать на солнце. Он закрыл глаза. Это было так давно, когда он в последний раз бездумно нежился под солнцем. Ему захотелось подняться и пройти в спальню. Надо бы лечь сейчас в постель. Он приподнял голову, но что-то удержало его. Возникло ощущение, будто ноги покинули его и сами отправились спать. Он попытался поднять себя резким движением, но не смог. Куда-то делась, исчезнула вся сила из рук. Лук вышла из спальни, неся свой чемодан. Она прошла мимо него, не произнося ни слова. Он почувствовал, как пот проступает на лбу. — Лук, помоги мне! — позвал он. — Со мной что-то неладное! Она обернулась и глянула на него. — Я не могу помочь тебе, Чезаре! — сказала она негромко. Он уставился на нее. Затем увидел пустой стакан из-под виски на столике перед собой. И тут его осенило. — Сука, ты отравила меня! — закричал он. — Мне надо было убить тебя на десерт! — Может быть, и надо было мне, — ответила она бесстрастно. — Я ведь предупреждала тебя, что не хочу больше оставаться в проигрыше. Она отвернулась от него и открыла дверь. Бейкер и несколько человек, пришедших с ним, стояли за нею. Они заставили Лук вернуться в комнату и зашли сами. Бейкер посмотрел на Чезаре, затем перевел взгляд на Лук. Что с ним происходит? Смутное воспоминание вспыхнуло в мозгу Чезаре. Он посмотрел на них, лицо его напряглось. — Он умирает, — сказала Лук. — Лук-Рэссия! Внезапно, визгливо воскликнул Чезаре. Бейкер перешел к действиям доктора. Немедленно распорядился он, обращаясь к одному из своих людей. Слишком поздно. Лук вдруг стала смеяться. Единственный, кто ему поможет, — это священник. — Все равно вызывайте доктора, — приказал Бейкер, — и уберите ее отсюда. Трэнг вошел в комнату, когда агент вышел, уводя с собой Лук. — С баронессой все будет окей, — сказал он Бейкеру. — Полежит несколько дней в постели и встанет. Кости не сломаны. Чезаре глянул на него. — Ну, а Элина умерла, — сказал он. Бейкер отрицательно покачал головой. Ее терраса находится над выступающим вперед балконом. Она упала на тент, пролетев всего лишь один этаж. Чезаре начал смеяться. — Что это с ним? — спросил Стрэнг. — Умирает, — сказал Бейкер. Он отравился. Чезаре поднял на них глаза. — Самая большая насмешка судьбы в результате всего. Эти дураки должны были бы знать, что члены семьи Борджа никогда не кончались с собой добровольно. Он чуть было не сказал им этого, но сдержался. Пусть останется что-то, чего эти глупые карабинэрии никогда не узнают. Он засмеялся снова. Бейкер наклонился над ним. — Где находятся Маттео и Дэнди Ник? — спросил он. — Чезаре усмехнулся, глядя на него снизу. — Умерли. Все они мертвы. — Почему вы сделали это, кардинали? — Бейкер спрашивал быстро. — Вы ведь никогда не хотели заниматься тем, что делали они. У вас было все, что вам еще было нужно. Чезаре попытался сфокусировать зрение на расплывающемся перед ним лице Бейкера. Мой отец не раз говорил мне то же самое, мистер Бейкер. Но единственное, почему он усыновил меня, было желание передать имя. Я не знаю, понимаете вы меня или нет. Есть только две вещи в жизни, которые имеют смысл. Рождение и смерть — все остальное, что между ними, вся эта жизнь, всего-навсего пустота. Он сделал паузу, с трудом переводя дыхание. И только тогда, когда вы берете в свои руки две эти вещи, вы действительно живете. Вот почему нас тянет войти в женщину, чтобы родиться снова. Поэтому вы стоите здесь и ждете моей смерти. Вы ждете волнения, которое она вам принесет, и вы почувствуете себя более живым, чем были до сих пор. Он уронил голову на спинку дивана. Пот уже ручьями бежал по его лесу. — У него уже крыша поехала, — грубо сказал Стрэнд. — Типичный бред сумасшедшего. Трудом подняв голову, Чезарев поглядел на полицейского. Это отнимало у него последние силы. Попытка разглядеть что-либо сквозь вуаль, застилающие его глаза. Откуда-то до него донесся плач младенца. Может быть, этот человек прав. Может быть, он сошел с ума. Откуда мог доноситься плач новорожденного в таком месте? И вдруг к нему пришло понимание. Это плакал его ребенок. Это то, о чем Лук пыталась ему сказать. Она носила в себе его ребенка. Он собрал все оставшиеся силы, чтобы вернуть себе голос. Он чувствовал, как губы его извиваются в последней попытке говорить. А разве весь мир не сходит понемногу ума? Просил он, наконец. И завеса опустилась, Крывая для него все. Выслушали роман Гарольда Робинса «Стелец». Запись произведена на участке звукозаписи Культурно-просветительного центра Белорусского товарищества инвалидов по зрению Минск, 1993 год. Запись восстановлена из архивов частного унитарного предприятия Звукотекс Общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению.